Итак, друзья, как и обещали, вот такой вот ключик Mustang, 4x4, да? Это 4x4, да, 4x4, он, короче, ну что, пуш-старт, очень красиво, и кейпат. Так, ребята, когда вы садитесь в автомобиль, если вы хотите услышать звук Mustang, нажимаешь кнопочку on bridle, и тебе дает звук, как в мустанге, ну что, поехали. Итак, слушайте звук, стартуем. Вот это звук, который сдают колонки, как я понимаю. Ребята, еще здесь крыша панорамная, но она не открывается вообще никак никуда, но вид бомбезный. Он разгоняется вон довольно-таки быстро, но это не перформанс, 100%. Давайте глянем, что у нас там под капотом, два раза. Опа, открываем, что там сейчас увидим. Сейчас покажу вам салончик, все это, по кругу обойдем. О, открываемый здесь багажник. Ну, еще довольно-таки вместительный, небольшой. Здесь также подзаливалась омывайка. Что это? So, this here is to open up the trunk. А, from here, окей. And the actual back, yeah. Это кнопочка для открытия багажника, стоит. It'll unlock it. Не открывает. Ну-ка, 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 а почему? Давайте-ка сейчас попробуем отсюда. Так, открывается. Электропривод. Ну, багажник небольшой. Есть коврики. Есть насос, докатки нет. It doesn't have any spare tires, yeah? So, there is, I think there's an actual option for the spare, but this one does not have it. Okay, this is charger, yeah, and then that's the pump, if you want to get a flat tire or anything. Okay. Кнопочка закрывания. Ну, и давайте посмотрим, что внутри. Что мне не понравилось, это, конечно же, вот эти вот открывания дверей, кнопочки. Конечно, были бы ручки, было бы поинтереснее. Но, смотрите, вот так вот выглядят дверные карты, отделка, все кожа, ручки, ну, не знаю, такое, на любителя. Музыка Бенни Долсом, неплохая. Похоже сидение чем-то на Fusion. Кожа, строчка, белая строчка. Есть полочка, все закрывается. Ну, смотрится неплохо, для 50 тысяч, 100%. Водительская дверь, что у нас имеет, смотрите, электростеклоподъемники, управление зеркалами, закрывание, складывание зеркал, нормально все вот это, открывание. Вот так вот выглядит водительское сидение. Кстати, реально похоже на Fusion. Интересная панель, это ткань, кстати, мне кажется, это колонка, и здесь должна быть колоночка. Большущий монитор. Под монитором у нас есть сразу зарядка для телефона, два подстаканника, управление, все это есть. Так, ребят, самая главная кнопочка, это у нас здесь, как бы мы нажимаем на маленький мустанг. И что у нас здесь есть? Drive Mode, Camera, Parking, в общем, все, что увидится. Еще у нас есть вот эта кнопка, и здесь у нас подключение радио, телефона, навигации и всего остального. Так, включаем камеру. Итак, у нас камера передняя и 360 обзор. Что это? Просто перед, она показывает. А, окей. А, окей. И вы видите, что это изменилось? Да. Окей. Так, еще у нас здесь есть подогрев руля, подогрев сидения. Охлаждения нет, но их можно дозаказать. Открывание двери, конечно, меня настораживает. Вот это, но так есть. Обратите внимание на руль. Кстати, руль здесь действительно очень такой интересный и приятный на ощупь. Такой, вообще, мне очень понравился. Вот руль, то, что мне здесь понравилось, это руль понравился. Так, здесь у нас есть какие-то Cycles Pad. Такие дополнительные куврики дадут. 19 колеса у нас здесь идут. Мишленовские. Вот такая вот у нас здесь розеточка находится на левом переднем крыле. Я думаю, примерно, как в Tesla. В зеркалах у нас имеются камеры в этой модели. Ну, мордашка довольно-таки симпатичная. В общем, вот такой у нас небольшой, кратенький обзорчик. Ребят, проехался. Но я бы не сказал, что мне что-то там сильно впечатлило. Но они пытались сделать Tesla. Скажу вам так. Ну, не особо у них получилось. Перформанс сделает их как на ура. Простая Tesla Long Range точно так же. Это не для гонки. Это сугубо автомобиль для экономии, мне кажется. А здесь я вам покажу, как выглядит светлый салон. Вот такие вот сиденья. Ну, светло-серые, они даже не белые. Ну, красивая отделка, да. Не спорю. Белая, она даже понаряднее такая вот эта светлая-серая. Но любители. What's the price for that one? This is rear wheel drive. This one is rear wheel drive. А задний привод почему-то 52 тысячи. Странно. В общем, цена бордового мустанга полностью совсем с налогом выходит 55 тысяч 161 доллар. Кому интересно, пишите, будем общаться. Один из вас спросил, задал мне хороший вопрос. Вова, а что бы выбрал ты? Tesla или Мэйч И? Так вот, ребят, положа руку на сердце сразу, я отвечу. Я бы выбрал Теслу. Сейчас отвечу, почему. Первое. Динамика езды. По езде Теслу ты не сравнишь никак вообще с Мэйчей. Ну, просто никак. Далеко-далеко отстает. Второе. Ну, второе это салон. Мне кажется, у Тесла есть свой стиль. Свой такой довольно-таки строгий стиль. А вот мустанг, это вообще как-то, попытались сделать что-то, скрести с чем-то, сделать из этого еще небольшое SUV, скрестить это с мустангом, натыкать, нассовать туда всякой хрени. Ну, короче, ну, честно, на любителя скажу вам так и, ну, не по мне это вообще. Третье это ручки. Ручки, которые меня вообще просто убили. Вот реально, я прикола в этом вообще не понял никакого.